В средневековые времена, замки были символом запугивания, жестокости, и силы монархов и феодалов. После победы в захватнических войнах, завоеватели строили замки для защиты новых территорий, а также для запугивания и подчинения своих новых крепостных. С течением времени, укрепления использовались для различных целей, однако наиболее печально известное из них, это содержание под стражей преступников, и их жестокие пытки. Существовало великое множество чудовищных и умопомрачительных пыток, таких как например дыба. Это наиболее известная из них. Однако сегодня, мы рассмотрим возможно самый изобретательный, но не заслуженно забытый пыточный метод, из когда-либо придуманных. Он называется, ублиет. Ублиет, от французского, забывать, это подземная тюрьма в средневековых замках, в виде колодца с дверью наверху, каменный мешок. В нее сбрасывали осужденных на голодную смерть, или пожизненное заключение, отсюда и название. На Руси, аналогом ублиета служил поруб, яма с бревенчатым срубом, куда опускали заключенного, а в странах Востока, зиндан. Ублиетом также называлась замаскированная яма, ловушка, с копьями внизу, направленными остриями вверх, или ножами на колесе. Применялась в средние века в замках для непрошенных гостей, и в тюрьмах для казни в частности в Бастилии. Ничего не подозревающего заключенного приводили в яркую комнату, наполненную приятным ароматом цветов, усаживали на стул, беседовали, давая надежду на освобождение, но вдруг по знаку коменданта пол опускали, узник падал на острия, рычаг приводил колесо в движение, и заключенного разрывало. Многие из этих темниц, были разработаны в форме бутылки вина. Оттуда не было абсолютно никаких шансов спастись. Заключенных забрасывали в Ублиет часто после жестоких пыток. Иногда Ублиеты были специально сделаны, маленьких размеров. В некоторых из них нельзя было выпрямиться, а некоторые наоборот позволяли только стоять. Таким образом узники, зачастую сходили с ума от клаустрофобии. Часто Ублиет, был заполнен крысами и останками предыдущих жертв. Нахождение 24 часа в сутки, в таком нелицеприятном соседстве, также не доставляло узникам оптимизма. Иногда, Ублиет мог иметь шипастый пол, или быть заполненным водой. Таким образом жертвам причиняли дополнительные мучения. Ублиет был поистине ужасным методом как физической, так и психологической пытки. Нахождение долгие месяцы в одиночестве, в ужасающих условиях, заставляло заключенных, молить о приходе спасительного забвения смерти. Благодарю вас за просмотр. Ставьте лайк под видео если вам понравилась история, и подписывайтесь на канал. Будет много интересного.